В Польше В Польше сегодня был Владимир Путин. О яркой исторической дискуссии Игорь Кожевин. Здесь началась война 70 лет назад в 4.45 утра выстрелами немецкого броненосца Шлезвин Гольштейн. С этого времени название Вестерплаты не просто часть Вислинской косы, не просто место расположения небольшого польского погрангарнизона. Вестерплаты один из ключевых узлов истории. Вестерплаты сегодня это символ горя, героизма людей разных национальностей и одновременно урок для человечества вообще. И в этом контексте приезд в Польшу 30 глав правительств показателен, но показательны также и попытки найти простой ответ на вопрос, почему война началась. Моя позиция здесь однозначно. Пакт Молотова-Риббентропа, и это не должно вызывать удивление в России, так или иначе привел к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через две недели с востока войсками Сталинской России. Пакт Молотова-Риббентропа Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом Европейской державы, Советского Союза, с Гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как Пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или как его ещё называют, Мюнхенского сговора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора в конце сентября, если мне не изменяет память, через день через день польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввела свои войска в один день вместе с вермахтом на территорию Чехословакии, оккупировав две области Чехословакии. Это совместная пресс-конференция Путина и Туска после переговоров. Большинство вопросов связаны с датой. Варшава предлагает начать откровенный разговор о той войне, но её истоки напоминают в Москве не в 1939-м, это даже не только 1938-й, когда, присоединив к себе Виленскую область Литвы, Польша намеревалась присоединить к себе и всю Литву. Это ещё, например, 18-й, когда Польша захватила у Германии Силезию и получила под свой контроль свободный город Данцинг, нынешний Гданск. Этого Гитлер не забыл и не просил. Так что простые ответы в этой теме невозможны. Я сейчас не даю никаких оценок. И я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны и воздать должное мужеству и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия так или иначе создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а всю плесень оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из этого не получит. Потому что это не создаст условий для взаимопонимания и доверия. А именно в этом мы и нуждаемся. Именно к этому мы и должны стремиться. И я уверен, что если мы в таком же конструктивном духе, как сегодня, будем вести диалог, мы добьемся этой цели. Принявший на себя первый удар той войны, Гданьск оказался катастрофически разрушенным. Его исторический центр практически полностью стер с лица земли. Свыше 60 тысяч жителей замучены в концлагере Штутгов. 28 марта 45-го город освободили войска 2-го Белорусского фронта. В его состав входили и польские соединения. Никто в Польше не забыл и не забудет, сколько крови осталось на нашей земле советских солдат, которые освобождали Польшу от оккупации Гитлера. Но, как сказал венгерский писатель, советские солдаты в 45-м году освободили наши земли, но не могли нам дать свободы, потому что у них у самих ее не было. Мы не должны замалчивать прошлое, но в будущем мы должны принимать такие решения, которые будут укреплять взаимное уважение. Ведь если это стало возможным между Германией и Польшей, между Россией и Германией, то почему этого не может быть между Россией и Польшей? Нужно действовать скоординированно, деполитизировать это. Потому что, если мы поступим иначе, то мы будем поступать, я сегодня вот в ходе нашей дискуссии с господином Туском сказал об этом, будем поступать, знаете, как врач, который специально заражает людей какой-то болезнью, а потом наживается на ее лечение. Зачем нам вбрасывать в общественное сознание ложные факты, и потом на этом спекулировать во внутренней политике. Там, где 70 лет назад шли бои, сегодня искусственно насыпанный курган. Первой после руководителей Польши к микрофону подходит канцлер Германии, Меркель в черном, и это, наверное, одна из самых тяжелых ее речей. Я гаденке, что 60 миллионов людей, которые, которые в этом, с отечественном войне, их жизни verloren. Возвращение Греулы с Второй Великой войны мы не можем ускорить. Возвращение Греулы, которые будут вновлены вновлены, но в будущем, вновлены вовремя вовремя, это нашим вопросом. Это нашим вопросом. Мы, девчонки, не забыли. Партнеры в Ост- и в Вест-. Мы нашли этот шаг через усилие подготовки. Мы нашли, девчонки, с усилием усилие. И мы их убили. Германия много лет назад. Ставшую в 30-е годы 20 века по сути общеевропейской политику умиротворения агрессора, сегодняшние политики однозначно отвергали. Не все, правда, при этом готовы были много говорить о своей стране. Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный накануне начала Второй мировой войны, это не просто акт о ненападении. Это был также и пакт, который стимулировал раздел Европы на сферы влияния. Ни в коем случае нельзя уступать имперским амбициям. Я имею в виду Мюнхенский сговор, участие Польши в плане Гитлера по разделу Чехословакии. Это наш грех. Мы с трудом рассчитываем на прощение, но тем не менее это факт. Это хороший урок на будущее. Чтобы мы поступали по-другому и не пытались найти компромисс с тоталитарным режимом. Попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической политической точки зрения бессмысленными, вредными и опасными. Именно совокупность всех этих действий и привела к трагедии. К началу Второй мировой войны. И, конечно, нужно признать эти ошибки. Госдума Российской Федерации, парламент страны, осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано и не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений. По дороге к месту основных мероприятий главы правительства шли как раз там, где были самые ожесточенные бои. В центральной части Вестерплаты кладбище 15 защитников гарнизона. Только за освобождение Гданьска отдали своей жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч. А всего из 55 миллионов павших во время Второй мировой войны, более половины, более половины, это граждане СССР. Вдумайтесь в эти страшные цифры. 70 лет назад в это время многим странам еще казалось, что может все обойдется. За ту ошибку политиков мир заплатил слишком большую цену. Игорь Кожевин, Юлия Воробьева, Надежда Волкова, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и давайте вспомним Версаль, заключенный без участия России. Многие специалисты, и я с ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор был несправедлив по отношению к немецкому народу и накладывал на нее такие ограничения, с которыми она в нормальном режиме справиться не могла. На столетии вперед это было ясно.